Трудные места писания с библейским порталом «Экзегет» «Звезда от звезды разнится в славе» Первое послание к Коринфянам, 15 глава, 41 стих Вся 15 глава про воскресение Про телесное воскресение, Павел это подчеркивает Это не просто метафора бессмертия идей Или того, что душа будет пребывать в благом месте Нет, говорит он Воскреснут праведники, как Христос воскрес телесно И рассуждает, вдруг к звездам переходит Начну с 35 стиха, чтобы мысль была весна Синодальный перевод Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые В каком теле придут? Безрассудный То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет Ну, обычно дело при посеве, да Берется зерно, бросается в землю Оно умирает и вырастает колос А не просто зерно И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее А голое зерно, какое случится пшеничное Или другое какое Но Бог дает ему тело, как хочет И каждому семени свое тело Не всякая плоть такая же плоть Но иная плоть у человеков Иная плоть у скотов Иная у рыб Иная у птиц Так, это здесь при чем? Ну, оставим пока Есть тела небесные и тела земные Тела небесные и тела земные Вообще разные вещи Но иная слава небесных, иная земных Иная слава солнца, иная слава луны Иная звезд И звезда от звезды разнится в славе А что же он имеет в виду? Так, звезды вообще-то в славе не разнятся Звезды разнятся в размерах В составе Там, знаете, бывают белые карлики Красные гиганты Там сверхновые всякие Я в этом не разбираюсь Но название слышал Очень увлекательные бывают лекции По астрономии Павел этого всего, конечно, не знал Он знал, что бывают звезды яркие И не очень Бывают звезды неподвижные И бывают звезды блуждающие Этот древний человек знал И этот небесный мир всегда людей привлекал Но понятно, почему Он не изменен Кстати, почему звезда стала свидетельством Рождения царя Иудейского в Евангелии Потому что появилась новая звезда Сегодня, скажут, вспышка сверхновой Внезапно на небе загорается звезда Которая не очень долго горит Но очень ярко Сейчас не будем выяснять Что это с точки зрения астрофизики Но для древнего человека Это означает, что мир меняется Вот Все, что под небом, оно изменяется Но небо-то неизменно И вдруг небо посылает ясный сигнал И, значит, на небе существует Какая-то очень четкая иерархия Какая-нибудь великая, могучая звезда Какой-нибудь там Юпитер или Венера И маленькая, еле приметная звездочка Где-то на склоне небосвода Где вообще и не заметишь ее Но понятно же, что они разные Наверное, думал древний человек Это отражает какую-то иерархию Юпитер не случайно Крупная звезда на небе Называется именем Верховного Божества Римлян Или там Венера, Марс тоже Крупные звезды и значительные боги Да, какая-нибудь очень крохотная звезда Даже имени своего не имеет Там на небе свой распорядок Своя иерархия Что, неужели Павел разделяет Этот наивный взгляд на мир? Да Он вполне разделяет его Он человек своего времени И сегодня мы можем это прочитать иначе Иная слава у белых карликов А другая у красных гигантов А у сверхновых вообще слава огромная Да Я, конечно, шучу Но на самом деле Ведь смысл-то не изменился Звезды разные И вообще к чему это все Про звезды-то Он говорит Смотрите Вы спрашиваете про тело в воскресении Но мы знаем, что Что тела-то бывают разные Вот рыбье тело Или тело зверя Или тело человека Похоже, но разные А вот еще небесные тела Ну тут слово, которое используется Также и в греческом И в русском Оно одно для тела живого существа Для небесного тела Но и они разные И эти небесные тела Устроены в какой-то своей иерархии Вы спрашиваете меня Говорит он Каким будет тело в воскресении А я не знаю Говорит он Вот и сегодня Вы знаете, как устроены Все эти красные гиганты И белые карлики Я не очень Только название знаю Знаю, что по-разному И вот то же самое Есть какая-то область Которая от нас абсолютно сокрыта Ну про астрофизику Можно выучить Если этим заняться А здесь просто Это неизвестно Говорит он И важно понимать Пределы своего знания Вот мы знаем Что бывает по-разному Вот мы знаем Что в этом небесном мире Который у всех народов Всегда связывался С божественным В нем тоже есть Своя иерархия В нем тоже есть Свои какие-то Разряды, группы В нем тоже Не все таким ровным Слоем размазано Ну а что будет с нами Можем только догадываться Вот как-нибудь Мы будем встроены В эту систему А как увидим Внеси свой вклад Оцени Подпишись И поделись Этим видео Субтитры сделал DimaTorzok